Ну что, жители Альметьевска и Юго-Востока, начнем. Сегодня вы узнаете самые главные новости этого региона. А передает главные новости Алмаз Хакимов, ведущий программы «Вести Татарстан». На этот раз известный журналист рассказал о событиях на юго-востоке республики. Будьте в курсе событий «Вести Сью-ВТ-24». Основная работа происходила за кадром. Алмаз Хакимов приехал, чтобы поделиться опытом с журналистами нового телепроекта «ЮВТ-24». У тебя будет две минуты. Поехали. Журналист участвовал в утренних планерках, составлял рецензии на выпуски, давал советы корреспондентам, монтажерам, операторам. Вольнетьевский ведущий работал с начала недели. О том, что произошло большое событие именно на юго-востоке в телевизионном мире, среди журналистов это очень много обсуждалось, обсуждалось в начале февраля, о том, что на юго-востоке происходит такой небольшой ребрендинг, то есть изменение самого канала. «Канал остался, но он расширяет свои границы. И чтобы помочь в этом, пригласили меня, попросили помочь, где-то что-то подсказать, где-то что-то посоветовать. Соответственно, я сразу дал согласие с решением своего руководства тоже». «Улыбнись, что ли, хотя бы». Особое внимание ведущим. Алмаз Хакимов поработал над их стилем и работой в кадре. Это касалось как уже знакомых зрителям ведущих, так и совсем новых. «Это ведь очень важно, на самом деле, не жить только новостями одного региона. Нужно понимать, чем живут соседи. И вот этот канал, расширение его, это как раз в помощь того, чтобы посмотреть, как живут люди в Знакаево, в Заинске». Ранее с сотрудниками службы новостей и телекомпании работали директор медиашколы Татмедиа Александр Третьяков, а также журналист Равиль Мукменов. Они также рецензировали выпуски, выезжали на съемки, принимали участие в планировании и делились своим опытом. Елена Марданшина, Ильшат Бахтиев, Новости Юго-Востока.